Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с вашей проблемой. Ну, во-первых, то, что вы пишете про застрение внимания на определенном физиологическом процессе, я бы сказал, это всего лишь следствие. Следствие основной проблемы, которая у вас есть. То есть, дело здесь не в вашем наставнике, не в вашей репетиторе. Дело здесь в том, что вы впечатлительны и мнительны. И вы не уверены в себе, и вы, будучи не уверены в себе, боитесь, что заметят окружающие какие-то вещи, связанные с вами. Возвлекает вопрос. Ну, заметят окружающие то, что у вас есть, как заметили вы, и что. Ну, а что это вам несет? Какая конкретно угроза для вас состоит в том, что люди заметят то, что вы опасаете? Вот, например, заметили вы что-то у своей репетиторши. Хорошо. Ну, и что дальше? Значит, вы сказали, что это громкое неприятное, но это громкое неприятное только вам. То есть, это особенности вашего восприятия. И, скорее всего, особенности этого вашего восприятия таковы, что данный эпизод только лишь вскрыл надрывающие уже у вас конфликты, надрывающие, возможно, неуверенность в себе и так далее. То есть, вам не понравилось что-то в вашей репетиторши. Вас не устроилось что-то в ней. Благодаря этому случаю вы вскрыли то, что вы себя принимаете не до конца. И вот, простите, это уже серьезная проблема как уверенности в себе, так и принятие себя такой, какой, какая вы есть. Это и проблема мнительности и тревожности. А у вас именно она. И вполне вероятно, что у вас есть характерный налет, скажем так, характерный налет подобного поведения и других сферах жизни. Например, как вы общаетесь с людьми? Как вы взаимодействуете с ними? Были ли у вас отношения с молодыми людьми? Насколько социально вы активны? Насколько вы уверены в себе? И так далее. Не имеете ли вы таких черт, как стеснительность, скромность, пробость и так далее? Уверен, что что-то такое вы себе припомните. Ну, а если нет, значит, скорее всего, скорее всего, это как бы дремало в вас до поры до времени. То есть работать нужно именно с неуверенностью в себе. Работать нужно именно с пониманием того, что люди не обращают внимания на вас и вообще на окружающих. Людям все равно, что делаете вы, как вы себя ведете, как вы двигаетесь и так далее. Людям на это все равно. Если человек обращает внимание на что-то, то только потому, что его это интересует. А если человек что-то интересует, то простите, здесь замешаны личные мотивы, личные интересы и желания, которые и нужно разбирать. Давайте мы с вами подумаем так. Как вам сейчас нужно действовать? Во-первых, подумать, в чем вы не уверены в себе. Подумать, принимаете ли вы себя такой, какая вы есть, и есть ли у вас сомнения относительно себя. Во-вторых, насколько для вас мнение других людей важно и почему? Старайтесь ли вы соответствовать этому самому мнению и ему следовать? Далее, простите себя. Чем для вас так страшно то, что на вас обратят внимание другие люди? Вот, ну, в любом случае, в любом контексте, неважно даже в каком. И простите себя, вот постоянно спрашивайте себя, случилось ли то, чего вы боитесь. Ну вот, произошло ли то, чего вы опасаетесь сейчас? Опасности нет? Значит, бояться нечего. Когда опасность будет, вы проявите соответствующую реакцию. Все, что вы делаете сейчас, это пытаетесь предотвратить то, чего нет. А значит, боретесь с тем, чего не существует. А раз так, что это вымышленная борьба, это вымышленная деятельность, направленная на то, чего нет. И нужно либо найти верно истины в том, что для вас несет угрозу, и нейтрализовать это, либо понять причины вашей деятельности. То есть, либо ваше изначальное деятельность, вот это вот все, что вы делаете сейчас, пытается решить изначально другую проблему, какую я сказал ранее. Либо вы не осознаете, что вы боитесь. И вот до тех пор, пока одно из этих двух направлений не будет реализовано, от страха своего вы никуда не денетесь. Я думаю, что даже если вам помогут, вот как говорит лидер, если это будет чисто механический процесс, ну, все равно привозность останется. Ну и, кстати говоря, для справки, вот тут пишите, чтобы вам на позвание, вот первый эксперт, который вам написал, если я так правильно понял, да, первый эксперт, который вам написал, вот, под вашим сообщением, это и есть тот, кто вам нужен. Именно если говорить про конкретную учку специализации. Но я считаю, что может помочь вам, в принципе, каждый из наших экспертов, любой. То есть, да, может быть, именно этот эксперт поможет вам, вот именно в том, что на механическом уровне, на уровне операции уберет вам рефлексы через, возможно, НЛП и так далее. Но, поймите, это следствие, то, что вы испытываете, это следствие, следствие ваших личных внутренних проблем. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!